Оперативная обстановка в городе и районе находится под контролем, несмотря на то, что праздничные дни прошли не совсем спокойно. В Люберецком районе произошло шесть убийств. Практически весь личный состав полиции был задействован для охраны правопорядка. Также в Томилино, территории в лесу, на границе с Латкариным в лесу, вчера уже первые подснежники вылезли, нашли гражданина. То есть лисы его объели, сейчас неустановленный труб будем находить. Также в Томилино, на птицефабрике сегодня ночью было также ножевое ранение. Глава отметил, что удерживать стабильную обстановку в районе можно только совместными усилиями всех ведомственных структур. Справиться с охраной правопорядка, поддержанием правопорядка на территории района, может только сообщать. Это наши жители, население, общественность, органы правопорядка, тогда мы пытаемся как-то удерживать. Сотрудники пожарного гарнизона за минувшую неделю осуществили 31 выезд. Из них 8 на ликвидацию крупных пожаров, 7 из которых произошли на территории Люберецкого района. Только за последние сутки от огня пострадали 3 предприятия. Первый пожар произошел на территории деревообрабатывающего комбината, бывшего 13. Производили сварочные работы, демонтаж оборудования. В результате произошло загорание кровли. Своевременно отреагировали, прибыли. И пожар удалось ликвидировать на площади 10 метров квадратных. Хотя вызывал не охрану, а прохожие, которые увидели дым со стороны предприятия. В единую диспетчерскую службу за неделю поступило 25 обращений жителей. Это на 39 обращений меньше, чем за текущий период прошлого года. Из общего числа обращений 15 связано с вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Четыре поступило по вопросам экологии. По два обращения по вопросам благоустройства, уборки территории и вопросам здравоохранения. И по одному обращению по вопросу содержания тротуаров и вопросам охраны общественного порядка. Раду Гурдиш, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.